Всем привет! С вами канал Космостар. После картины девушка без адреса Светлана Карпинская стала звездой. Но, увы, эта роль так и осталась самой яркой в ее фильмографии. Расскажем, почему актриса рассталась с мужем, а потом больше так и не вышла замуж, даже за знаменитого актера, который умел красиво ухаживать и от которого она родила единственную дочь. 16 сентября 1937 года в городе Ленинград родилась девочка Света. Ее родители были педагоги. Света была положительной девочкой, хорошо училась, много читала. Никто бы не подумал, что Света мечтает стать актрисой. А она никому не рассказывала. И сама не очень-то верила в свою мечту, поэтому документы отнесла на журфак. Только ее не приняли, потому что у нее не было печатных публикаций. Тогда Светлана поступила на филологический. А в свободное время посещала драматическую студию. Там она впервые услышала от руководителя, что талантлива. После третьего курса Светлана вместе с родителями отдыхала на Валдае. Там и нашла ее телеграмма, способную участницу драматической студии, приглашали сняться в фильме «Девушка без адреса». Эльдар Рязанов к тому времени уже прославился карнавальной ночью и роль в его новом фильме должна была стать счастливым лотерейным билетом. Съемки продлились полгода. После девушки без адреса Светлану начали узнавать на улицах, подходили, брали автографы. Но главное, приняли в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, причем сразу на третий курс. Там она и познакомилась со своим будущим супругом, Дмитрием Зинченко. Дима успел до поступления в театральный, окончить институт иностранных языков, неоднократно побывать за границей. А после решил стать актером. Светлане он напоминал настоящего английского лорда своей статью и красотой. Уже на четвертом курсе супруги устроились в театр имени Комиссаржевской. Однако Дмитрия вскоре оттуда уволили, а она, как верная жена, последовала за ним. Он мечтал о переезде в столицу, и супруга снова поддержала его. Он так красиво говорил о семейной преданности. Он хотел быть всегда с ней рядом, вместе ездить в отпуск, вместе проводить выходные дни. При работе в разных театрах их графики никогда не будут совпадать. Она верила ему и следовала за ним, хоть это и противоречило ее собственным желаниям. Сама актриса совершенно не рвалась в столицу, она любила Ленинград и всегда хотела жить только в этом городе. В Москве супругов ждало разочарование. Светлану готовы были принять почти в каждый театр, где показывались супруги, а вот Дмитрия брать в труппу отказывались. Возвратившись в Ленинград, супруги смогли устроиться в театр на Литейном. К тому времени ей уже становилось понятным, за красивыми словами о преданности и верности в семье скрывается банальная профессиональная ревность. Дмитрий просто завидовал таланту и успеху жены, как актрисы. И у нее пропало желание во всем оглядываться на мужа. Вскоре она дала согласие перейти на работу в Ленинградский театр комедии имени Акимова. Последнюю точку в их отношениях поставила беременность Светланы. Муж заставил ее сделать аборт, после которого она потребовала развода и вернулась в родительский дом. Но актриса совсем недолго была одна. Вскоре у нее возник пылкий роман с коллегой по театру Геннадием Воропаевым. У него, в отличие от бывшего мужа актрисы, не могло быть к ней никакой ревности в профессии. Геннадий Воропаев к тому времени уже снялся в главной роли в фильме «Вертикаль». Да и в театре слыл любимцем публики. Ухаживал он красиво, но жениться на Светлане Карпинской вовсе не собирался. У него уже была семья, где подрастал обожаемый сын. Тем не менее, актриса любила Воропаева. Ей нравилось его внимание, его доброта и нежность по отношению к ней. Правда, он был страшно ревнив, совершенно не переносил присутствие других мужчин рядом со Светланой. Это касалось как поклонников, так и коллег. Но известие о беременности снова стало камнем преткновения в отношениях. Возлюбленный, точно так же, как и бывший супруг, требовал сделать аборт. Желание иметь ребенка стало слишком сильным для того, чтобы она могла отказаться от него. Актрисе было уже за 30, и она решила рожать. И родила, дочь, Катю. Назвала в честь своей мамы. Именно мама провожала ее в роддом, мама встречала с дочкой, мама помогала ее растить. А от Воропаева, который клялся в любви, Светлана не дождалась ни слова поздравлений, хотя и в палату приносили ворох телеграмм из театра. Но это было уже не важно, став мамой, Карпинская почувствовала себя абсолютно, безусловно счастливой. Единственное, что портило это ощущение, невероятная теснота, в которой приходилось жить, вчетвером с родителями в одной крошечной комнатке. Светлана решилась написать письмо министру культуры Екатерине Фурцевой, попросить жилье. И получила двухкомнатную квартиру, небольшую, но уютную, в которой так и прожила всю жизнь. Когда Кате исполнилось 4 года, Светлана уволилась из театра комедии, невыносимо было каждый день встречаться с Воропаевым, который ничем не помогал им с дочерью. Ее приняли в большой драматический театр, но там для Карпинской почти не было ролей, и спустя 3 года актриса вернулась в театр комедии. Со временем они с Воропаевым стали чужими людьми, едва здоровались. По словам Светланы, он не общался с дочерью, пока ей не исполнилось 20 лет. А после его смерти выяснилось, что он завещал Кате квартиру. В театре комедии Светлана Карпинская прослужила полвека. И считала себя именно театральной актрисой, хотя в кино тоже снималась, но так и осталась для всех актрисы одной роли, девушкой без адреса. И замуж больше не выходила, хотя романы, по признанию актрисы, у нее случались. Как она рассказывала изданию «Семь дней», наверное, я была влюблена только раз, в Геннадия Ивановича. И этих отношений хватило на всю жизнь. Всегда мечтала, чтобы герой моего романа был умнее меня, талантливее, сильнее. Рядом с таким я с удовольствием стала бы покладистой и податливой. Но встретить такого человека, к сожалению, не случилось. Светлана Карпинская умерла в феврале 2017 года. Ей было 79 лет.